Наконец-то прошла целая неделя, наконец-то КП-спорт снова собирается в студии. И как всегда она у нас немножечко импровизированная, но слава богу мы теперь можем живую обсуждать главные новости из мира спорта. Мы это Андрей Вдовин, обозреватель КП-спорт, Денис Вдовин, обозреватель КП-спорт, меня зовут Денис Акинин, корреспондент КП-спорт. И начинаем, конечно же, со Спартака, потому что лучшего ньюсмейкера в футбольной межсезонье просто в России не найти. КП-спорт, Денис Вдовин, обозреватель КП-спорт. Пока на дворе лето, Спартак не отдыхает, Спартак закидывает в средства массовой информации новости. И главное какие, да? Пауло Ван Улле, человек, который совсем недавно взял Кубок России, взял его впервые с 2003 года. С собой в Италию взял? Уходит. Взял в музей Спартака. А что он там взял с собой в Италию, это интересный вопрос. И вообще, почему он уходит, вот в чем вопрос. Ну, на самом деле, действительно, ушел, слава богу. Я не думаю, что Спартак что-то в этом потерял, вот серьезно говорю, не думаю, что. Ну вот что там, великого тактика и стратега потерял? Ну, вряд ли. Потерял он человека, да, которому Спартак должен, нужен был больше, чем Спартаку нужен был Ван Улле. Ван Улле начал здесь карьеру, ему доверили команду, в принципе, топ-клуб целой страны, да, не самый последний на самом деле и на земном шаре и в футбольном мире, да, и с самой большой армией болельщиков дали команду. Дай, на, тренируй, на, что хочешь, что и делай, на, только выиграи нам трофей. Человек выиграл трофей, выиграл трофей, но если он дальше хотел быть, именно хочет быть тренером, мне кажется, было бы нормально, чтобы дальше бы и продолжал. Я не знаю, какая у него там семья, какая у него жена была против того, чтобы он работал в России. Столько, сколько он зарабатывал в России в Спартаке, я не думаю, что он когда-либо будет еще зарабатывать. Ну, очень интересно, что здесь вопрос политического давления еще есть. Какое политическое? Вот кто вот, как вот, как вот можно, вот почему вот на него политическое давление оказывалось, а на человек, который сменил его, да, не оказывается? Почему вот на других иностранных тренеров, которые работают в России, почему-то не оказывается такое давление? Что же за давление такое? Ты понимаешь, что это все индивидуально. Ну, как индивидуально? Каждый встает отношение вот к этой ситуации, которая сейчас складывается. Ну, если бы у него было свое какое-то отношение к той ситуации, которая сейчас складывается, он должен был уйти 24 февраля. Мужик-то работал до конца, довел команду. А тут в базу у него включилось что-то, у него состояние какое-то. Ну, может, он терпел, ждал до конца и до конца сезона. Так что удивительно, еще перед финалом Кубка России же говорили, что он... Говорили, и после финала Кубка России говорили, но он все это опровергал. На следующий день, на следующий день. Он же все это опровергал. И Федун нам там выходит и рассказывает на своем теплоходе, что, мол, так и так, очень был обижен Ваноле то, что его сопровождали, сопроводили, типа говорили, что он уходит в отставку. Он обиделся и ушел. От обиды и ушел. Да, обиделся и ушел. Не знаю, в общем, очень странная для меня ситуация, да, на самом деле. Потому что ничего не предвещало. И, в общем-то, работал бы и работал бы в клубе, где ему так доверяют, где ему без опыта дали очень серьезную... Рукокотани остался, тоже на него давление, видать, не так... Не уверен, что они друзья. Но тут самое главное, это не то, что Ваноле ушел, а кто вместо Ваноле пришел, потому что Ваноле приходит и уходит, а Спартак у нас остается. Вот ты начал хейт в адрес Ваноле. А как тебе, господин Гильермо Абаскаль, и слышал ли ты что-то про испанца до подписания в Краснобелку? Да нет, ну, конечно, это киндер-сюрприз. Ну, конечно, да. Киндер, если что, 33-летний? Ну, 33-летний киндер, но для тренерского цеха это, ну, на самом деле, это вообще младенческий возраст. Я родился! Кто-нибудь слышал вообще о существовании такого тренера? Федор Чао. Кроме Федора Чаоо, который играл у него в Базиле. И то, как играл, да, я так понимаю, там, через пинь-колоду. Да, про него особо там ничего не было слышно, но откровенно... 30 июня возвращается обратно. Потому что Баскаль ушел, и уже в Базиле мне так стало интересно. Да, действительно. Баскаль, кстати, второй. На самом деле, главное, что говорят про Баскаля, ну, как говорят, говорит господин Лука Катари, которому, собственно, надо продать то, что он купил. Оправдать то, что он купил, да? Говорят, что это один из самых талантливых тренеров Европы. Спорно? Достаточно спорно. Говорят, что он сумасшедший тактик, зациклен на тактике, будет просто, ну, штудировать там учебники и все это впихивать в умы игроков. Нет, нет, нет. Говорят, что он супермотивированный, отказался от всех денег. Вот про это, да, про это мы немножко поговорим попозже, вот чуть-чуть про мотивацию, потому что это, мне кажется, основополагающее обстоятельство в этой истории. Ну, во-первых, да, давай вернемся, отмотаем буквально 30 секунд назад на тактику, да, человек из Барселоны, из Ла Массеи, да, Ла Массеи, это очень известная Академия Барселоны, человек, который помешан на тики-таки, во всяком случае нам так это об этом говорили. Эки, стеночки забегания. Да, да, в различных вот материалах, которые представляли Абаскаля. Человек, который, которого из Ла Массеи буквально вытеснил Боинг Гаркич, и человек, который 18 лет понял, что как футболист он, в принципе, не может, так сказать, конкурировать с теми, кто был в Ла Массеи, и понял, что надо идти в тренерство, и на самом деле это, возможно, это даже вызывает уважение, потому что, ну, человек адекватно смог оценить свои футбольные способности. Я думаю, ты сейчас скажешь, что он разочаровался в Ла Массеи, и понял, что надо идти в тренерство. Если бы он разочарался, если бы, ну, это произошло через 15 лет только, может быть, так все произошло. Но ты совершенно четко, правильно сказал про мотивацию. Мне кажется, если хоть какое-то положительное есть в этом назначении, да, это касается мотивации. Ну, очевидно, что человек молодой, да, ему надо что-то доказывать. Ему сейчас надо доказывать вообще все, хотя бы, что он тренер, да. Мы понимаем, что человек приходит в Спартак для того, чтобы доказывать, для того, чтобы работать, ему дали работу, наконец, потому что до этого где он работал? Вазиль еще приличный друг. Он же работал в волосах греческих. Вот, и что касается мотивации, да, в 33 года он будет сражаться не за Спартак, он будет сражаться не за кубки медалей, не за Фидуна, не за Зарему, не за Катани, он будет сражаться за свое будущее. Он будет не сражаться, а страдать, как сказал нам Лука Катани. Лука Катани же, да. Что зрение Спартака должен страдать. То есть, в принципе, красно-белые пригласили такого мазохиста, молодого, да, ну, давайте, господин Абаскаль. Если, на самом деле, многое из того, что нам говорят и пишут про Абаскаль верно, мне кажется, что это человек чудовищного честолюбия. Были свидетельства, как вот он действительно себя считает великим тренером, да, и он должен это доказывать, показывать, и будет, мне кажется, вот просто левать и метать, чтобы в Спартаке доказать свою состоятельность. Окей, и он еще помощник помощника у моей Эмири был. А до этого были помощники Конта, а сейчас помощники Эмири пошли. Андрей сказал про честолюбие. Мне сейчас просто стало очень интересно, как вот такой честолюбивый человек, который считает себя великим тренером, заходит в такую раздевалку, а там уже стоит Зарем и заправляет всем и вся. И говорит Иву, честолюбивый человек. Зарем мы в раздевалке оставим эту свою фантазию. Промес Квинси, он должен его подавить своим авторитетом. Как он будет с ним? Квинси круче обоскали. Ну ладно, подожди, это же не на зоне, он там сидит, подавляет. Он десятый номер взял. Нельзя валяться. Квинси получил десятку, теперь новый смысл обрел. В крайнем случае мы, если мы, никто из нас не болеет за Спартак, то нам будет просто интересно со стороны посмотреть над этим. А будет интересно посмотреть на дебют Гильермо Абаскаля в матче за Суперкубок? Ну, мне бы да. А вот, возможно, ты и не посмотришь, потому что бойкоты, бойкоты вокруг Спартака собираются, сгущаются. Это еще раз говорит о том, что руководство Спартака принимает не логичные, а эмоциональные исключительные решения. Я верю, что бойкот Спартака может состояться. Действительно, команда может отказаться от поездки в Санкт-Петербург в знак протеста, что именно там был назначен матч за Суперкубок. Да, зачем это делать, честно говоря, я не понимаю. Ну, эмоционально вот это вот взять, обидеться, уйти, это будет очень по-женски. А Спартак сейчас мы понимаем, что он женского рода. Представляешь, ты такой молодой, амбициозный Гильермо Абаскаль. Приходишь, говоришь, мы будем бороться за чемпионство, будем бороться за кубки. А тебе говорят, молодой человек, мы в кубках не участвуем, мы их бойкотируем. Это товарищеский турнир. Это так Зарема будет объяснять ему, испанцу, который не понимает вообще, что к чему пока. Ой, там товарищеский турнир, мы пропускаем. Лучше будет, если он в Суперкубок проиграет и его уволят? Нет, лучше будет, если он в Суперкубок выйдет, во-первых, выступит в нем и выиграет его. Но так ему даже шансы могут не дать. Насколько я понял, руководство Спартака, они хотят переговорить изначально сначала с футболистами, потом вынести решение. Я так понимаю, что это будет в 20-х часов июля. И после этого будет высказано полное решение, едут они в Санкт-Петербург или не едут в Санкт-Петербург. Я не знаю, подытожили, согласны со мной или не согласны. Мне кажется, пропускать Суперкубок – это глупая затея, это эмоциональная затея, это будет не крайне нелогичное решение, но в этом будет весь портан. Короче, Гильермо Абаскаль, держитесь, пожалуйста, мы будем вас верить. Что удивляет в презентации Эрлинга Холланда? Во-первых, это диван, как сказал Андрей во время просмотра, который сохранился потрясающе. Не знаю, может, они такой нашли где-то, прям похожий в один в один. Да я думаю, как стоял, так и стоял. Это, наверное, квартира отца Холланда. Который тоже играл в Манчестер Сити. Который тоже играл в Манчестер Сити. Эрлинга Холланда наконец-таки официально представили как футболиста Манчестер Сити. История не новая, подписали очень давно. О том, что Холланд куда-то перейдет, знали еще года два назад, но он выбрал Сити. И, собственно, хочется поговорить, почему именно Сити выбрал один из самых талантливых футболистов на данный момент. Были предложения из Реала, мы знаем, да, это там Dream Team, команда Мечта, еще что-то. Были предложения из Барселоны, с Хави, с потенциально очень крутым проектом, да, возрождение той самой Барсы. И вот Сити, и вот в этой триаде Сити, кажется, смотрелся как денежный мешок. Мне нравится денежный мешок? Ну, во-первых, денежный мешок, да. Во-вторых, мне кажется, что история отца, который выступал в Манчестер Сити, когда Манчестер Сити был аутсайдером премьер-лиги и вылетал в своем. И мне, на самом деле, именно из этих соображений очень удивило, что Холланд-младший пошел в Сити. Почему? Потому что в этом Манчестер Сити его отец получил ту страшную травму, из-за которой, в принципе, и закончил карьеру. Там возвращался потом на несколько матчей. Но, по сути, да, вы же знаете эту историю, да, когда они вот своим кином, да, поссорились. Сначала за несколько, по-моему, лет даже до этого Холланд-старший нанес кину травму. А потом тот ему отомстил, ждал очень долго, отомстил, вылетел в него в колено. И после этой травмы Холланд-старший закончил карьеру, по сути. Да, и я бы, на самом деле, вообще все спортсмены, они все люди, достаточно суверенные. Вот, и я бы, на самом деле, потом бы в Манчестер Сити, город Манчестер, на месте семьи Холландов объезжал бы. Погодите, а у Роякина, случайно, никакой сын там в Англии не играет сейчас? Я не в курсе. Просто сейчас только что конспирологическая теория разбилась, что Эрлинг пришел мстить за отца. А, вот как вот это произойдет, да? Да, да, да. Режиссер вообще тебя не сценивается. Не, на самом деле, там магия цифр, вы же знаете, опять же, да, что Холланд объявили ровно через 22 года, Манчестер Сити, он перешел ровно день в день через 22 года, после того, как его отец пришел сцени. Да, 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 давайте вот снимать вот эти фильмы, вот эти вот зловещие музыка сейчас должно звучать. А еще ведь там какая-либо попытная история. Манчестер Сити уже доминирует в АПЛ, но все привыкли к вам они играть. Доминирует ровно на одно очко, не первый сезон. Но выигрывает же. Гвардиола давно хотел изменить игру команды. И что он сделал? Ну, ты веришь, что он там вообще в Манчестер Сити, Холланд будет таким же забивным и успешным, как и до этого? Да, вот, кстати, вот мне кажется, что он такой бесшабашный чувак, что ему вообще все равно, кто рядом с ним, он просто... Это очень любопытно, что будет. Мы же знаем, что в командах Гвардиолы центральных нападающих никогда не было. Был Ибрагимович, он не заиграл в Барселоне. Но, правда, в Баварии был Ливандовский, он забивал, мы понимаем, что, значит, может он работать с центр-форвардами. И здесь будет любопытно. А вообще в АПЛ там уже какая-то тенденция идет. Ливерпуль же тоже центрального нападающего. Ну, они все играют, играли, да, оттянутым форвардом, да, как это называется, ложная девятка. Ложная девятка. Ну, сейчас, видимо, такая мода меняется, видишь, даже в футболе. А ты веришь, что, вот мы сейчас говорим про семейную историю, ты веришь, что ради семейной красивой истории Эрвин Холланд мог перейти не в Гранд английский, в Манчестер Сити, а в Манчестер Сити вот образца его отца. Я верю, что семейная история добавила цены Холланду. То есть история, это как бы увеличивает его капитал. Ценную, да? Вот, да, да. Там не случайно же фигурирует цифра в 250 миллионов, если все суммировать. Зарплату, да, гранс. Прямо сверную стоимость, зарплату, агентский, там агентский, по-моему, да, чуть ли не 50 миллионов. А кто, получается, Мина Райола? Мина Райола, его агент, который умер, и, соответственно, вся компания, которая вместе с ним работала, уже была это дело до конца. Да, да, в гробу карманов нету, значит, кому-то тоже это все досталось. Говорят, Златан Ибрагимович хочет прикарманить бизнес Райола. Возможно, даже Эрлинг Холланд потом его курирует. Дай бог ему здоровья. Да, он сейчас речится, поэтому... Да, 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 будет неважно. Я вот на самом деле, когда... А, Златан Ибрагимович, мы его вспоминали, который не заиграл в Родиолы. То есть он ему подсунул кота-то в мешке. Говорит, ну, занимайся. Нет, когда готовились к Холланду, ну, конечно, ты вспоминаешь и другого вундеркинда, да, Келяна Мбаппе. И так получается, что два, наверное, самых талантливых футболиста на данный момент, самых талантливых и молодых, в одно и то же трансферное окно выбирают деньги. Ну, вот если мы в таком разрезе мыслим, да... Ну, я не знаю, Манчестер-Сити, это же в том числе и титул. Почему только деньги? Мне кажется, Манчестер... Ну, покажи, это тоже титул. Они тоже выигрывают у себя во Франции, туда можно идти, туда и я приночусь выиграю. Ну, АПЛ, да, АПЛ, чемпионство в АПЛ и чемпионство во Франции, это, мне кажется, несколько разные по ценности, сложности титул. А потом Мбаппе, да, да, давай, я думаю, что Мбаппе будет играть в ПСЖ ровно до того момента, как не закончится чемпионат мира в Катаре. Я думаю, через полгода, через год все опять будут говорить о том, что Мбаппе готов уйти из ПСЖ, он будет уходить в какой-то другой клуб. Но для катарских шейхов важно, чтобы во время чемпионата мира Мбаппе был игроком ПСЖ. Мне кажется, что вот здесь вот... Даже так же именно Макрон, который никуда не собирается, который активно агитировал Мбаппе, чтобы он остался. А чтобы он сказал, нет, давай пусть уходит. А, то есть это все за шейхов Макрон взялся. Там еще одна история. В последних матчах Мбаппе весь замотанный играет. Смезликогнули? Да, да, почти. Что это единственный топ-футболист из Севб, у кого нога левая, он буквально у него вся в тейпах просто завернут. И, видимо, это серьезная проблема, которая мешает. И, видимо, сейчас до чемпионата мира не надо вот это форсировать. Возможно, это целая такая история. И сборная Франции, где Мбаппе вроде как главная звезда, она очень плохо выступает в Лиге наций и вообще может вылететь из дивизиона. Да, там ни одной победы, два поражения, две ничьих. И действительно, следующее поражение выбивает сборная Франции. Куда-нибудь туда, где любят играть сборная России. И во всем виноват катарские шейхи. Я играл с одним игроком, Мартин Спарейра, еще в Лионе, когда я год был. Он тогда был молодым игроком, 19 лет, по-моему, с дубла приходил, тренировался с нами. Не помню, он за основную команду успел выступить вместе со мной или нет, но мы знакомы, мы тренировались вместе. Господа, Мацей Рыбус игрок московского «Спартака». На самом деле речь пойдет не только о поляке, который сменил немножко цвета с красно-зеленого на красно-белый. Давайте поговорим вообще в принципе про предстоящее трансферное окно, которое уже вот-вот меньше недели, совсем меньше недели осталось. Рыбус уже подписан. Крутой трансфер? Мне кажется, правильный трансфер. Сделана очень правильная вещь. Людям нужен был крайний защитник, нужен был. Они нашли на рынке хорошего исполнителя уровня национальной сборной. Не знаю, Рыбусы будут приглашать тебя в сборную Польшу или не будут приглашать в сборную Польшу, но игрок это очень качественный, один из лучших в чемпионате России, а после отъезда Марио Фернандес, лучший, наверное, крайний защитник сейчас в российской премьер-грии. Причем одинаково может играть и на левом, и на правом фланге. Но главное, бесплатно. Да, возрастной. Но бесплатной. Ну, а по поводу возрастного, на самом деле, хорошо Лука Катани сказал, да, в январе подписали прям такую плеяду молодежи, но все-таки нужно как-то сбалансировать состав, подписали опытного человека. На самом деле, водичный трансфер, очень водичный трансфер для всех. Рыбус остался в Москве, где у него семья, супруга, дети. Спартак приобрел очень квалифицированного защитника. Мне кажется, локомотив в этой истории выглядит глуповато. Но бог его знает, может, у них там какой-то дьявольский план, и у них сейчас куча молодых и ранних вылезут на этих позициях. И это точно. На ваш взгляд, какой такой самый симпатичный слух попадался? Ну, я думаю, все ждут, где Дзюбаб. А, кстати, про него чуть ничего не слышно. ММА. В ММА переходят, да. Он же будет теперь не только тренироваться. А, кстати, в поп-ММА вполне мог бы выступать. С твоей любовью Иришко Чикипик. Да, да, да. Мы это вырезать, конечно, не будем. Да, но я даже не знаю, как она выглядит. Так, окей. Ну, а Дзюба хорошо. Сначала активно провожали Дзюбу в Цервену звезду. Потом якобы Цервена переключилась на Матео к Сьеру. Сочинского бомбардира. Цервена и Зенит. И Олимпиакос. Мне кажется, лучшим продолжением карьеры для Дзюбы был бы турецкий фенер Бахчер, если они между собой договорятся. Потому что мне кажется, что если человек уезжает из России, человек уезжает на меньшие деньги, такой человек, как Дзюба, ему нужен какой-то хороший вызов. Хороший вызов, где может быть, но исключительно в Лиге Чемпионов. Где он там окажется? Но было бы здорово увидеть бы его в каком-то таком вот клубе и следить за ним в Еврокубках. Но Дзюба уже, да, он каким-то образом так вот ушел в тень, да, что уже даже как-то и не знаешь там следить за ним, не следить за ним. А хочется понимать общую концепцию российских клубов. Мне интересно понять, что делает Зенит на трансферном рынке. Потому что такая тишина, да, мы понимаем, что деньги любят тишину, да, но такая тишина в отношении Зенита, она достаточно странная. Но большие деньги, поэтому и много тишины. Да, да, да. Ну, Бакаева, Бакаева, конечно, Зенит провожают. Отсюда больше и альтернативы. Отсюда мы можем сделать вывод, что если в Спартаке так все шумно, значит там денег нет. Деньги есть. Отпоративного. А? Вот как вот. Вот когда? Катане, позвоните. Я только по-италецки не сговорю. Ну смотри, Спартак уже обозначился. Спартак этим летом будет покупать опытных футболистов. Вот первый трансфер мы уже видели. Мац и Рыбус. Понимаешь, Спартаку нужен еще один центральный защитник. И в принципе все больше. Центральный защитник нужен Спартаку? Я боюсь, что... Вы так оптимистично размышляете. Я боюсь, что Максимилиан Кафрие себе там зарегистрировал. Нет, нет, смотри, Кафрие это сменщик Кутеп. Назовем его вот так. На этой позиции. Я думаю, что там чуть... Ну если только Кафрие вообще так чисто внешне, да, это вот будет... Баскаля. Баскаля, да, и будет вместо него ходить на пресс-конференции. Катане, позвоните. Я еще подкину еще несколько людей. С Зенитом очень интересно, сохранят ли они Борус. Если они Борус сохранят, то тоже команда полностью укомплектована. Да, да. Все нормально. В принципе, вот почти по нашим нынешним временам все очень даже неплохо. Я вижу самые большие проблемы. Если Борус уходит, тогда опорная зона там провисает. Очень здорово. Возьмут? Кого возьмут? Сдул его назад. Он называл тренеров, которые лучшие, и в числе них Симак они оказались. Возьмут и будет снова Симак в рейтинге. Симак мученик. Мне кажется, что самые большие проблемы с составом сейчас, прямо сейчас, у ЦСКА. Вот Аздуев туда. Аздуев в ЦСКА не пойдет. Аздуев в ЦСКА не пойдет, мне кажется. Но опять же, посмотрим. Да, ну смотри, а какие тебе, где ты там видишь проблемы? Смотри, у них же был такой период, да, когда они там отказывались от факуалистов, переподписывали, кого хотели переподписать. В какой линии проблемы ЦСКА, скажи? А в какой их нет? У них есть Юсуф из Джиоке. Да погоди, погоди. Давай по линиям смотрим. Там вратарской линии есть проблемы? Ну там без шансов. Нет проблем. В обороне где ты? На каких ты позициях видишь там с учетом того, что сменщика Фернандеса прописали? Я бы говорил, что... Где, 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 где принесать? В моем ощущении, я вижу комплексные, комплексные проблемы у ЦСКА, потому что команда не играет. Ну ты скажи, там нет тренера, даже нет. Вот самое главное. А то есть, вы хотите сказать, что ЦСКА укомплектован здорово? Я не говорю, что здорово, но 90%, опять же, даже точечные усиления какие-то должны быть, да, ну не массовая закупка. Ну слушай, ну Локомотив тоже здорово тогда укомплектован. У меня вообще ни одной фамилии сейчас, Локомотив. У Локомотива, да? Да, да. Вообще ни одной вот так вот наступки. А, то есть мы все сбагриваем блока, да? То есть Локомотив можно выйти на этот трансферный окно? Ну, Локомотив, опять же, да, наберет. У Локомотива сейчас очень большие проблемы с деньгами. Во всяком случае, так видится со стороны. У Локомотива, у них курс, они их раньше называли «Пятое колесо». Они хотят и соответствовать этому. Видимо, хотят отвалиться, да? Ну сейчас, когда торпеда зашел в РПЛ, это вполне себе возможно. То есть можно быть пятым колесом в Москве. Жить лесу, молиться колесу. А, все понятно. А мы понимаем, что существуют большие финансовые проблемы. Но ваш прогноз на ближайшее трансферное окно, оно будет хорошим, интересным, взрывным? Ну, я думаю, что клубы сейчас будут готовиться к новому лимиту на Легионере. Что у нас может быть наплыв игроков из Бразилии, еще откуда-нибудь. А в России, как известно, футболистов мало. Наплыв игроков из Бразилии. Для меня будет большим шоком, все-таки, если Дюба не найдет команду. Потому что это будет самый большой сюрприз. Да, я думаю, что Дюба, если не найдет команду за границей, он спокойно перейдет в Сочи в какой-нибудь и будет там нормально играть. Если уж Сочи и Кокорина забирала и не хотела с ним расставаться. Если Сочи сейчас кассиру своего пристроит куда-нибудь, либо за границей, либо в Зенит. Мне кажется, что для Дюба это будет идеальный город со всеми своими приключениями. Так и с точки зрения команды, в которой там есть кому отдать, есть кому как. Ты там даже за болотный забивал. Да, да, да. Да, там, знаете... То есть там вообще заиграть любой. Да, да, в такой команде форвард... Ну это при Федотове было, а Федотов-то в втором игре, что ли? Теперь за болотным надо оставаться. Ну вот, короче, если вот я к тому, что если никуда не пристроиться, то Сочи идеальный будет вариант для Дюба. Друзья, настал тот момент, ради которого все смотрели этот видеоподкаст. Прогнозы, ради которого мы здесь собрались. В прошлый раз отличный был прогноз. Вот эти монологи Андрея, честно сказать, уже... В прошлый раз был классный прогноз. Мы так классно вообще все это... А я так вообще угадал полностью вообще. Вряд ли в этом матче будет много голов. Вот. И с учетом того, что немцы забили итальянским только с нарушением правил, англичане могут им и вообще не забить. Я думаю, там 0-0 будет. Все, как я говорил. Денис ставил на 0-0 в матче Англии и Англии. Англии и Англии. Англии и Англии, да. Вот мы грузили на тотал больше трех. Вот. Денис говорит, нет, 0-0, низовой матч, оно так все и случилось. Но не попало. Нас немножечко забанили, потому что у нас был запрещенный фон на моменте, когда мы давали прогноз. В итоге прогноз пришлось вырезать. Но вы знаете, что просто Денис опять всех обхитрил и мастерски угадал счет. Давай сейчас узнаем, какой счет будет. В бою Биттербиев и Джо Смит младший. Слово Денису. На самом деле, действительно, сегодня про бокс. 19 июня Артур Биттербиев будет биться с Джо Смитом младшим. За три титула чемпиона мира. Это определяющий поединок, потому что он такой находится где-то в середине, в середине очень большого сценарного пути, вишенкой на торте которого станет бой Артур Биттербиев и Дмитрий Биво. Мы будем, по крайней мере, на это надеяться. Это не будет не просто бой, а бой за звание абсолютного чемпиона мира. Но для этого Биттербиеву надо выигрывать. Собственно говоря, вот к этому предрасполагает вообще все. Даже букмекеры говорят, что Артур Биттербиев абсолютный фаворит. На его победу коэффициент 1.15. И это меня напрягает. Я человек, который в боксе не особо много понимает, но я всегда четко знаю, когда наши большие-большие фавориты, все это заканчивается очень большими нервами. Так что давайте я поставлю на победу Биттербиева раздельным решением. А я поставлю на победу Биттербиева нокаутом во втором раунде. Во втором. Так, ну для Андрея я сообщаю, что Артур Биттербиев это не Александр Кокорин из вашего футбола. Артур Биттербиев очень дисциплинированный боец, очень настырный и очень крутой. Я не думаю, что Артур Биттербиев доведет дело до нокаута в ранних раундах. Скорее всего, это будет нокаут в восьмом-девятом раунде. Но нокаут точно будет. Поэтому ставим на победу Артура Биттербиева в любом случае, в любом из трех случаев. Это победа Артура Биттербиева. А дальше... Некдобро. Все будет хорошо. За это мы закончим. За это мы закончим. Спасибо, что были с нами. Надеемся, что через неделю мы еще раз соберемся и выговоримся вам, чтобы вы это все посмотрели и послушали.